Всем привет, с вами Orbex, а в этом видео покажу, как создать простой веб-сайт, используя языки программирования HTML и CSS. На этом сайте будет заголовок, текст, ссылка и изображение. Итак, сначала нам нужно скачать программу, в которой мы будем делать наши сайты. Она называется Visual Studio Code, и эту программу создали сами Microsoft. Скачали, и теперь мы должны создать новую папку для нашего сайта. Создаём и назовём её MyFirstWebsite. Откроем Visual Studio Code и кликаем на Open Folder и выбираем нашу папку. Готово, и теперь мы должны создать два файла. Кликаем на New, New File, Text File и выбираем язык программирования HTML. Делаем то же самое, но на этот раз выбираем язык программирования CSS. Перед тем, как мы начнём работать, мы должны скачать плагин. Переходим в этот раздел и ищем плагин Live Server. Кликаем на кнопку Install. Этот плагин создается в локальный сервер, на который мы можем легко и быстро просматривать наш сайт. Теперь нам нужно сохранить все наши файлы в папку. На каждом файле кликаем на Save As, выбираем папку и даём название. Теперь можно начать программировать. В HTML файле пишем восклицательный знак и нажимаем Enter. У нас появилось много кода, который базово нужен, чтобы наш сайт функционировал. Где написано Lang, указываем язык сайта, где тайтл, там название сайта. Первым идём в разделе Head, мы должны написать Link CSS. Это нужно, чтобы два наших файла были связаны. Пишем название файла. Идём в раздел Body и пишем H1. H1 это просто большой текст. Заголовок. Давайте что-то напишем и теперь нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Shift-P и ищем Open with Live Server. Открываем сайт в браузере и вот как он выглядит. Прикольно. Если что, сайт можно открыть в браузере. Сочетаем клавиш Ctrl-O. Теперь я хочу написать немного текста и сдвинуть всё в центр. Пишем букву P и что-нибудь напишем. Снова включаем сайт и у нас появился текст. Чтобы текст был на разных строках, мы должны написать везде P. Это означает параграф. Готово. Теперь я хочу перекрасить задний фон в чёрный. Сдвинуть текст и сделать его белым. Перед тем, как мы будем это делать, я хочу поместить весь наш текст в один контейнер. Чтобы потом его было проще изменять. Пишем div и внутрь его вставляем текст. Теперь давайте перекрасим фон в чёрный цвет. Переходим в файл CSS и пишем body. Это тело нашего сайта. Вот так ставим скобки и пишем background color. Ставим чёрный цвет. Цвета очень просто изменить, так как здесь есть палитра. Теперь переделываем текст. Для этого в div пишем class. Назовём его text. На новой строке, начиная с точки, пишем название класса. Мы также вместо класса могли написать div, то есть название элемента, который мы хотим изменить. Но работать с классами для меня удобнее. Снова открываем скобки и набираем color. Поставим белый. Давайте запустим сайт и как видно всё изменилось. Теперь я хочу увеличить текст и сдвинуть его в центр экрана. На новой строке пишем font size 50 пикселей. Далее пишем margin left и margin top. Margin left сдвинет наш текст справа и создаст отступ. А margin top сделает то же самое, но только сверху. Ставим значение и как видно всё работает. Кстати, вы на любом сайте можете посмотреть код. Кликаем правой кнопкой мыши и набираем посмотреть код или кликаем на F12. Теперь мы видим коды HTML и CSS. Можете повзаимствовать отсюда какие-то элементы. Теперь нам осталось добавить ссылку и изображение. Вот у меня слово Blender. Я хочу, чтобы при нажатии нас перекидывало на другой сайт. Пишем букву A, Enter и внутрь пихаем слово Blender. Можно включить сайт и как видно слово стало ссылкой. Но она никуда не ведёт. Чтобы это исправить в HREF пишем ссылку на какой-то сайт. Снова проверим и теперь ссылка ведёт на сайт Blender. Далее хочу сделать цвет ссылки синим. Убрать подчёркивание снизу и сделать так, чтобы ссылка открывалась в другом окне. В файле CSS отдельно пишем букву A. Можем дать ссылке класс, но я не хочу. И пишем цвет Blue. Затем Text Decoration None, чтобы убрать подчёркивание. Проверим нашу ссылку, теперь она стала выглядеть лучше. Но всё ещё не открывается в новом окне. В файле HTML пишем Target и в кавычках Blank. Теперь ссылка открывается в новом окне. Ну и последнее, что я хочу сделать, это добавить изображение. Вне Div пишем Tag Image и в Screen указываем ссылку на изображение. Есть два способа, как это сделать. Первый способ это поместить изображение в папку и указать путь. А второй это оставить ссылку, которая ведёт к изображению, которое уже есть в интернете. Я воспользуюсь первым способом. Перекидываем изображение в папку сайта и пишу путь. В Alt можно написать описание фотографии, чтобы, например, искусственный интеллект мог прочитать описание этой картинки. Проверим сайт и, как видно, изображение у нас очень большое. Чтобы это исправить, возвращаемся в CSS, пишем Image и ставим Vista или наоборот Hide. И другой параметр подстроится сам. Зайдём на сайт и можно заметить, что изображение уменьшилось, но оно находится не по центру. Чтобы это исправить, пишем Margin Left и какое-то значение. Ну и так у нас получился сайт. В этом видео я рассказал очень мало вещей про создание сайтов. Если вы хотите увидеть побольше, то ставьте лайк и напишите комментарий. Всё, спасибо за просмотр и всем пока!